Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Пичуев, гости моего канала. Сегодня, по просьбе подписчиков, как уже говорили, переснять видео. Я сегодня переснимаю видео. 7 славянских духов-помощников некромака, русская красная ведьма. Я уже как бы выкладывал много рун, но теперь перейдем именно к ее помощникам. Рукопись сделана из золота, то есть она из чистого золочения, фольгирования, видать. Вот, все остальное тоже. Информации очень мало было, по ним пришлось поработать, чтобы вам дать такую информацию тоже вкратце. Так, я вкратце назову значение этих духов, точнее их свойства. Первый дух, вот он у нас. Первый это портал духов, то есть он открывает порталы, видать. Вот, работает именно с порталами. Второй, второй дух манит духов или защищает от духов. Третий это трупы, ну то есть трупы ищут вам деньги, отовсюду таскают деньги именно покойники. Четвертый дух, это... Ну то есть, тоже помощь между духами, сообщения создавать, также управляет духами. Помогает узнать тайны, копаться глубже в духовной, как говорится, части именно мертвого мира, некромира. Дальше. Стоп, что у меня тут вообще... А, вот все. Пятый дух, тоже сложно, что-то плохо видно. Золочение это так. Так, пятый дух, вот он. Это защищает вас и... Есть духов, то есть поедающий духов такой. Так, следующий, шестой. Это у нас дает силу медиума. Седьмой, тоже плохо видно так, из-за фольгирования золотого. Так, это у нас... Так, подождите. Помогает свести людей вместе с помощью некромагии или некромагии, то есть, как приворот действия у него. Так, дальше. Сводник. И помогает чары у вас любовной или любви создать на кого-то, какой-то объект именно. Духи безымянные, то есть, у них нет имен, но они работают быстро. Естественно, нанести можно на какой-то горшочек, на объект, как говорится, оговорить, четко поставить цель и будет все работать. Всем удачи, успех. С вами был Александр Кчуев. Надеюсь, видео было для вас полезно. Делитесь видео, развивайтесь. Удачи, верьте только себе. Субтитры сделал DimaTorzok